Привет всем, кто зашел на мой канал посмотреть это видео. Это первое мое видео, первый мой опыт будет с жидким акрилом. И как я говорила в видео, где я показывала, какие материалы нужны будут для этой техники жидкий акрил, мы будем пробовать несколько способов. Первый это акрил плюс только вода. Второй способ это акрил плюс ПВА плюс лак. И третий способ акрил, лак, ПВА и плюс силикон. Начнем мы с самого простого способа, это акрил с водой. Я подготовила территорию, скажем так, рабочий стол, положила под низклеенку. Тут у меня еще холст запечатанный в клеенке. Постелила все это дело я газетой. Вот холст, на котором это все будет экспериментироваться, производиться. И краски. Какие краски? У меня акрил черный, металлические будут сегодня только цвета. Золотой, зеленый, синий, серебряный и такой еще перламутровый. Это все я буду разбавлять с водой и экспериментировать. В качестве рисунка я выбрала, угадайте что, ну конечно же, перо павлиный глаз. Как же без него? Это будет уже третье видео с рисованием павлиного глаза. И уже в этой технике. Что я еще подготовила? Зубочистки, возможно, пригодятся. Это стаканчики для развода краски. Это палочки у нас от суши, от набора суши остались. Тут одноразовые ложечки, вилочки. Думаю, пригодятся. Ну и, естественно, перчатки, тряпочка какая-то. Фух! Сейчас я начну подготавливать красочку. Очень хочется, чтобы у меня все получилось. Иначе я буду очень расстроена, если что-то не получится или не так красиво, как бы хотелось, чтобы получилось. И видео будет называться вообще по-другому. Эксперимент не удался. Так, сначала я буду разводить красочку. Вот я на листочке накидала примерно, как должно у меня идти это перо, размещаться на холсте. Какие будут цвета чередоваться. Сам холст я покрою изначально акрилом черным, жидким, разведу его с водой. Но что я хочу сначала сделать? Я хочу вот эти, видно вам, вот эти стороны и края покрыть чисто акрилом черным. А потом уже буду заливать, чтобы мне потом не пришлось как-то мазать. Дальше я так буду аккуратненько все делать, пытаться не хлюпать этой краской, потому что у меня нету мастерской, это все делается в комнате, не хочется сильно плюхкать. Так, хорошо, сейчас поставлю я на паузу и покрашу вот по краям черным, черной краской. Так, и вот быстренько вам покажу, как я это сделаю. Вот, смотрите, уже по краям я прошлась. У нас 6 цветов, я приготовила 6 стаканчиков. Черного у нас будет больше всего. Так, воды нам нужно не сильно так много добавлять в краски, чтобы она у нас сильно жидкая не была. Золотой, золотой. Добавим. Видно вам, добавляю золотой. Господи, хоть бы все получилось. Вот. Столько черной. Сейчас я буду это все разбавлять водичкой. Секунду. Так, у меня вот нашла еще такие есть штучки. Может, они тоже пригодятся, такие присосочки. Тюн-тюн-тюн-тюн. Так, всасывают и высасывают. Боже, помоги. Так, секундочку. Начнем с черной. Наверное, надо делать все в темпе вальса. Мой боже. Так, буду сотреть. Уже вижу, воды очень много. Плюхнула. Эть, эть. Надо краски еще, однозначно. Да, одна вода. Что за дела? Одна вода. О, это уже что-то похоже. Смотрите, видите? Не видите? Да нет, надо еще. Вообще ничего не видно там. Хорошенько разбавляем. Тут, я так понимаю, пропорции, ну, просто... Универсальной пропорции нет. Потому что краска акриловая, она разная по густоте бывает, да? И тут уже нужно определенно смотреть на глаз. Что, льемся, не льемся. Вообще не поймечу. Ну, такая густая. Как сметана. В принципе, я думаю, уже достаточно. С водой нужно разбавлять чистой, то есть не с крана, а либо кипяченой остывшей, либо в магазине купили чистую воду, либо профильтрованную. В данном случае я взяла профильтрованную воду. Все, так вот, пока лошматили, пока лошматили, быстренько, быстренько. Нам еще и другие краски надо разводить. Так. Все, хай стоит. Погнали дальше. Что тут? Видно вам, не видно? Молчите. Разбавляю. Там, где мало краски, я попробую вот этой штучкой. Эть. Так. Эть. Так. Камера тут стоит. Походить ее надо. Так. Зеленая что-то вообще мне не радует. Что-то она сильно густая. Золотая, красивая. Вообще такая. Прям золотая-золотая. Все. Погнали калошматить. Ай. Господи, еще телефон звонит. Так. Сейчас ставлю на паузу. Все быстренько покалошмачу. И вернюсь, вернюсь к вам. Все, я наконец-то размешала, ребят. Не знаю. Я буду очень стараться. Фух. Поехали. Эть. Боже, боже, помоги. Так, ребята, держим. Держим за меня кулачки. Не знаю. Боже, помоги. Такая она густая. Как переляканная какая-то немножко. Что-то. 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 Густец. Быстрая краска. Надо работать очень быстро. Поехали. Больше помоги. Так. Какая она густая. Надо еще разбавлять. Красочку надо делать еще реже. Мне кажется, это густая. И надо ножик сюда. Ножик там другого тела. Распределяем. Так. Главное не бояться. И надо делать все к темпе вальса. Видите, да? Наверное, что структурное получается. Наверное, чтобы было более жидкое, надо больше водички. Значит, добавлять. То есть, берите на заметку. Если хотите, чтобы было структурное, оставляйте красочку такую более нежидкую. Делайте ее. Мазанка. Мазанка. Окей. Мазанка. Окей. Утираем руки. Так. Так. Теперь посмотрю я по вот той схеме, что нарисовала. Павлин. Какой у нас идет. Вот здесь синий, потом зеленый. Вот где-то здесь мы вот это синее и плюхкаем. Так. Вот видно, оно у нас хорошо такое жиденькое. Поверхность должна быть ровная. Что у нас идет золотая. Уже не знаю. У нас сюда такая вытянутая должна быть. Окей. Потом у нас идет зеленая. Зеленая неожиданно идет у нас где-то тут. Вот тут вот такая вот штука у нас. Здесь идет. И здесь идет. Допустим. Ха-ха. Ой, боже мой. Так. Идем сюда. Сюда. Так, что у нас палец. Так. Немного такое оно туда будет у нас повернуто, да? Не обязательно, что оно у нас должно. Ну, такое интересненькое. Трясненькое. Трямпочка. Вот. Это. Мы серединку, я думаю, все-таки можем подправить, когда оно подостынет. Подостынет. Высохнет немного. Вот так вот протест. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эту картину павлиное перо рисовала бы мастихином или кисточкой. И, конечно, получилось бы намного красивостей. Но почему бы и нет вот такой тоже, в таком стиле, попробовать нарисовать ту же картину. Продолжение следует... 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 короче психанула я ребята что-то мне не нравится это все дело решила вот так вот все ножиком размазать вместе с серединкой создать просто рельеф пера все-таки синяя краска была сильно жидкая для этого поэтому картину я буду реанимировать после ее высыхания уже исправлять ситуацию ну вот второй день эксперимента картина полностью высохла то есть краска полностью высохла и сейчас она имеет вот такой вот вид ну что ж могу сказать конечно на каком-то из этапах я могла бы остановиться сделать умный вид лица и сказать вот наша картина завершена вот такой вот интересный эффект получился абстракция перина перина павлиное перо в стиле жидкий акрил но результат мне жутко не понравился я думаю из за того что синяя красочка была здесь очень жидкая и она растекалась и не создала вот этот глазик как у павлиного пера поэтому я вооружилась ножиком зубчатым и вы видели на видео вот это все я размазала и создался такой рельеф пера реанимировать эту картину я буду уже кисточкой сделаю уже глазик тут более так по центру до будут использовать только кисточку рельеф получился после высыхания очень интересно и очень красиво но не знаю а сохранится ли он после того как я буду эту картину реанимировать уже кисточкой но очень бы хотелось чтобы рельефности вот это все-таки сохранилась все-таки я хочу завершить дома чтобы эта картина была красивой да мне все-таки хочется создавать такие картины чтоб они мне нравились и чтобы я могла у себя их повесить на стенку или ну даже продать они спрятать куда-то в чулан и перекреститься их а там она лежит и не показывать никому нет я хочу создавать только красивые картины вот что могу сказать какой сделать вывод конечно первый блин комом это был такой эксперимент первый мой опыт в жидком акриле и я поделилась с ним с вами то есть вы можете воучу увидеть какие не совершать ошибки что не стоит браться за такие сложные картины оказалось перина павлина и перо это сложно нарисовать в таком стиле особенно если вы хотите чтобы она получилась очень красиво возможно если бы у меня был бы опыт в этом стиле то у меня бы могло бы получиться просто видать нужно набить руку в этом стиле но я на этом не остановлюсь до 1 блин комом эту картину я реанимирую и судьбу этой картины вы увидите уже в следующих видео вот а эксперимент я буду продолжать этим же способом жидкий акрил то есть акрил плюс вода все-таки хочется чтобы получилась картина с первого раза и я возьму что-то за основу уже проще то есть тем будет холст таких же размеров заливка уже будет белой акриловой краской и здесь посередине уже будут узоры или просто узоры разноцветные или это будет виде цветочков вот мне ногтики до сих пор такие красивые в акриле но ничего страшного думаю вы меня простите поэтому жду очень ваших комментариев что вы думаете по этому поводу очень прошу сильно там меня не ругайте я понимаю что немного не тот эффект чтобы хотелось но ребята зато вы увидели какие реально ошибки не нужно делать не беритесь за такие сразу сложные работы так что продолжение следует кому интересно конечно же оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик там нажимайте чтобы не пропускать новые видео и все-таки узнать судьбу этой картины да как я ее реанимировала и продолжение следует в стиле жидкий акрил то есть набираем опыт и вот буду с вами делиться буду показывать что из этого будет получаться все дорогие мои люблю целую вас до новых встреч пока пока